Рассмотрим устройство ползункового реостата. В этом реостате никелиновая проволока, покрытая тонким слоем окалины, намотана на керамический цилиндр А. Окалина позволяет изолировать витки друг от друга. По расположенному вверху металлическому стержню может перемещаться ползунок B. Контакты ползунка прижаты к виткам обмотки и в результате трения слой окалины под контактами стирается. Электрический ток в цепи проходит от витков проволоки к ползунку, а через него в стержень, на конце которого находится зажим C. Другой зажим D соединен с одним из концов обмотки. Таким образом ток проходит от одного зажима до другого через витки обмотки, число которых можно менять в зависимости от положения ползунка. На каждом реостате обязательно указывают его максимальное сопротивление и допустимое для его обмотки значение силы тока.